Прошла курсы, научилась делать красивый маникюр, купила сухожар, красивую форму для работы, завела инстаграм, а клиентов все нет? Знакомая ситуация? Тогда тебе точно нужно посмотреть это видео. Привет! С вами Анастасия. Я занимаюсь маникюром уже 16 лет. Не раз нарабатывала клиентскую базу с нуля. И в этом видео я поделюсь современными и, главное, рабочими способами привлечения клиентов. Первое, что важно понимать, привлечение клиентов требует комплексного подхода, то есть не какого-то одноразового действия, типа нажми на вот эту кнопку и клиенты польются рекой, к сожалению. Вне зависимости от того, в каком направлении вы работаете, волосы, ногти, ресницы, депиляция, а также независимо от вашего местоположения, цикл работы с клиентами схематично можно представить вот так, в виде воронки привлечения клиентов. Возможно, вы слышали про воронку продаж. Это аналогичная воронка, просто адаптированная под особенности привлечения клиентов на бьюти-услуги. Начинается она с трафика. Трафик – это люди, которые хоть раз что-то услышали или увидели о вас. Рекламу в Instagram в Stories, рекомендацию от коллеги, пост в ленте и так далее. Далеко не все, кто узнает о вас, решат обратиться к вам. Для того, чтобы вызвать желание обратиться к вам или сразу записаться на прием, необходимо иметь правильно оформленный профиль, где можно легко найти ваше портфолио, цены, местоположения и отзывы клиентов. Если, заходя к вам, требуется пройти целый квест, чтобы вычислить, в каком городе вы работаете, поверьте, большинство людей просто уйдут. Именно поэтому следующий сегмент воронки – обращения – уже значительно уже. Обращения – это любое действие со стороны потенциального клиента. Звонок, сообщения, комментарии. Не каждое обращение переходит в запись на процедуру. Поэтому здесь тоже важно хорошо проработать этот этап. Быстро отвечать на сообщения, быть максимально дружелюбными, обращаться к людям по имени, отвечать развернуто и давать подробную информацию об услуге, которой они интересуются. Скажу честно, я нередко сталкиваюсь с невежливым общением, когда пишу в какой-то интернет-магазин. Такое ощущение, что им клиенты просто не нужны. Надеюсь, у вас это не так. Если вы сумели заинтересовать клиента, за обращением следует запись. Кстати, если у вас в наличии качественное портфолио и отзывы от клиентов, иногда этап обращения в воронке отсутствует. Клиент сразу приступает к записи. Это вообще идеальный вариант. Когда человек записался на процедуру, казалось бы, все, теперь он ваш. Но и здесь не всегда происходит конверсия. Иногда клиент не приходит, причем по разным причинам. Забыл, передумал, построил другие планы. Чтобы это исключить, необходимо присылать напоминание. Это можно делать вручную, позвонить или написать. Можно использовать специальный сервис, например, Feel Queen. Это бесплатное приложение для бьюти-мастеров и клиентов, которое помогает им найти друг друга. Клиенты могут найти себе мастера в своем же районе и сразу записаться. Напоминание о процедуре придет автоматически за сутки и за два часа до процедуры. Если вы только начинаете и у вас только три клиента, возможно, вам это не кажется таким уж ценным. Но поверьте, когда их станет больше, вам уже будет физически сложно все это делать вручную. Я считаю, что нужно автоматизировать все, что возможно, чтобы оставить максимум времени для творчества и любимых дел. Приложение работает в России и Белоруссии. Вы скачиваете его себе на телефон. Далее заполняем профиль. Добавляем свои работы, услуги, цены и рабочее время. Теперь клиенты смогут легко найти вас. Еще один мощный инструмент привлечения – это отзывы. Если у вас их еще нет, то советую срочно их собирать. В приложении Feel Queen отзывы от клиентов поднимают мастера в топ-мастеров, и клиенты видят вас в топах. В ленте приложения можно публиковать новости о скидках и акциях, и тогда все клиенты, подписанные на мастера, получат уведомления об акции. В следующем месяце для пользователей iOS и Android появится возможность принимать онлайн-оплату. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы сервисами для записи и привлечения клиентов, либо все делаете вручную. Ссылку на это приложение вы найдете в описании. Если все прошло успешно и клиент пришел к вам на процедуру, это еще не значит, что теперь можно расслабиться. Теперь вам нужно превратить его в постоянного. А для этого нужно дать ему чуть больше, чем он ожидал. Сделать свою работу безупречно и именно так, как хочет клиент. Давайте рассмотрим основные причины, по которым клиент становится постоянным. Понравилось качество услуги, превзошли ожидания, сервис, просто понравился мастер и атмосфера, удобно добираться и удобная запись. Мы рассмотрели с вами все этапы воронки привлечения клиентов, теперь надо над ней поработать. Самой большой ошибкой и заблуждением мастеров является то, что они начинают работать с конца, то есть с трафика. В конце у нас находится переход из случайного клиента в постоянного. Кстати, переход из одного этапа на другой называется конверсия. Чем она выше, тем лучше и, как правило, она разная в зависимости от этапа, способа привлечения, особенности вашей целевой аудитории и так далее. Для того, чтобы клиент оставался с вами, помимо основных факторов, о которых мы только что говорили, важно, чтобы вы оправдали ожидания клиентки. Иногда клиенты приносят пример того, что они хотят на фото. И да, иногда это бывают несколько странные запросы, но ваша задача сделать максимально похоже. По ходу работы утончняйте про длину, форму, цвет, дизайн. Но если клиент сам не знает, чего хочет, то смело предлагайте ему то, что на ваш взгляд подходит под его образ. Здесь важно не перегнуть палку. Когда я говорю о том, что работа должна быть безупречна, я имею в виду, что маникюр должен быть чистым, без порезов. Покрытие должно держаться и не скалываться на следующий день. Если вы понимаете, что качество работы пока еще сильно страдает, то лучшим решением может быть пройти курс повышения квалификации. А лучше снова базовый курс и обязательно его отработать. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев, отработаете свой навык и получите новые фотографии для вашего портфолио. Только когда этот этап проработан, вы можете приступать к работе над следующими. Согласитесь, даже если у вас отменный сервис, простая удобная запись, но покрытие просто не держится больше трех дней, наработать клиентскую базу будет трудно. Итак, качество вашей работы на хорошем уровне, у вас отлажена удобная запись клиентов, вы быстро и вежливо отвечаете на сообщения, теперь нужно привлечь больше трафика. Ловите топ способов это сделать. Реклама через отзывы. Просите ваших клиентов публиковать отзывы в своих сториз, чтобы аудитория могла узнать о вас. Можно пообещать массаж рук или спа-уход в подарок. Объявления в городских пабликах ВКонтакте и Инстаграм. Как правило, размещение платное, но вполне доступное, в районе 500 рублей. Взаимный пиар с бьюти-мастерами смежных направлений. Ищите парикмахера и лэшмейкера из вашего города с близким размером аудитории и рассказывайте в сториз друг о друге, либо делайте пост. Таргетированная реклама. Ну и, конечно, вы сами должны быть вашей рекламой. Ваши ногти должны быть не просто с маникюром, а с необычным маникюром, который привлекает внимание и вызывает интерес. Тема привлечения клиентов очень объемная и полностью ее раскрыть в одном видео невозможно. Ну а сейчас я сжато поделилась с вами самыми актуальными инструментами, которые работают. Ставь лайк, если узнала что-то полезное для себя. Спасибо за просмотр. Если вы впервые на моем канале, советую подписаться, потому что новые полезные видео, такие как это, выходят каждую неделю. До новых встреч. Пока-пока.